Название этого ролика само по себе звучит как-то странновато, но уверяю вас, история весьма угарная, учитывая абсурдность ситуации. Когда учителя пытаются тебе напакостить, в итоге это выходит очень даже успешно. Пацану ставят на учет и паяют 100 суток внутриисправительных работ. И такое чувство, что это происходит не в школе, а в каком-то режимном объекте. Я знаю, что рубрика истории наших зрителей вам по душе, поэтому давайте соберем 15 тысяч лайков и новая история не заставит себя долго ждать. Короче, я уверен, что у многих из вас бывали ситуации, когда вы совершали обмен в школе. Выгодный, не очень, не важно. Ведь главная цель обмена сплавить свою вещицу, которая не представляет для тебя особой ценности, и выменять ее на что-то более ценное, представляющее для тебя особый интерес. Я помню, однажды договорился с малым обменяться машинками в школе. У меня была коллекция маленьких тачек, а у пацана из младшего класса машинка на пульте управления, который не работал. Его тачка для меня выглядела покруче, была побольше размером и представляла для меня особый интерес. После обмена недолго я радовался, потому что через день пришла его мамаша в школу и начала требовать вернуть его машинку. А этот тупой гусь мамке сказал, что взамен я ему вроде ничего и не давала. А бить его на глазах мамке было бы неправильно, потому я пообещал, что верну его машинку уже на следующий день. По сути, товар стоил не так дорого, но терять тачки, учитывая, что это единственные игрушки в твоем ассортименте, сами понимаете, как обидно. Это так же, наверное, как отжать у школьника его единственный смартфон, на который он копил с обеда. Выбора у меня, естественно, не было, и я не хотел, чтобы в эту мелочь втягивали родители, потому отдал этому балабулу его машинку с пультом, предварительно покатав ее в сарае, где жили свиньи. Сказать, что малый был в шоке, ничего не сказать. Я помню только, как долго он вытирал ее от травы, чтобы потом положить в руках и отнести домой. Но представь себе, если ты решил обменяться с корешами стволами, прямо на территории школы. Вот такими. Только это обычный детский игрушечный пистоль с закосом под металл для юного гангстера, который был подарен юношей отцом. И никакой опасности, собственно, не представляет. Более того, это обычный пластиковый макет пистолета, который был сломан. Короче, чувак меняет его на копилку и становится счастливым владельцем этого детского нагана. Через какое-то время этот ганн замечает кореш и предлагает выкупить, но главный герой, назовем его Вася, не соглашается, чтобы не привлекать внимание. И тогда Типуля предлагает Васе дрифтовую ламбу на пульте, от которой бы, наверное, и я не отказался. Короче, Вася с ламбой и корифан с наганом уходят на спокойнике домой. На следующий день Вася на втором уроке слышит свою фамилию, мол, типа, встал и вышел. Тот в недоумении в кабинет директора, и тут директриса со стволом в руках такая, это тебе ничего не напоминает? Короче, оказывается, что малый, которому Вася скинул наган за дрифт ламбу, сын какого-то святого отца, служителя церкви или правая рука сына божьего. И ты прикинь, верующий человек утром заходит в комнату к своему сыну, а там под подушкой наган торчит стилизованный подметалл. Да ты шо, сынок у батюшки гэнгстером вырос. Короче, святой падре, за этот наган сыном в школу. Зачем? Понять не могу. Ну, может, хотел разобраться, почему его святейшеству стволы в школе толкают, защитить как-то своего отпрыска от гэнгстерского влияния улиц. Но в итоге директриса поставила этот вопрос на рассмотрение комиссии, и Васю за спекуляцию стволами поставили на учет. Так как ему всего 13 лет, а сыну падре дали 100 суток внутриисправительных работ. Вот это батя нарешал в школе делов, да? Потому что бывают ситуации поворачиваются таким образом, что вмешательство родителей в какие-то мелкие бытовые дела школьников явно излишне. Если бы падре не раздувал из мухи слона, то, быть может, и директриса не стала бы колотить эту ситуацию. А так получилось, что падре развели как школьника и повесили на сына статью, которой, по всей видимости, даже в законах нет. Спасибо, папаша. От души порешал. Вообще мораль этой истории такова. Если ты не знаешь своих прав, то надуть тебя могут даже на столь примитивном уровне. Потому что я всегда вам говорил, умный не тот, кто взрослый, а тот, кто разбирается. В наше время некоторые школьники больше знают о своих правах, чем его родители. И готовы отстаивать свои права в случае несправедливости. Потому что на школьника не влияют какие-то общепринятые стандарты. Он формирует себя относительно своих индивидуальных наблюдений. А его мамка, к примеру, старается не ввязываться в какие-то школьные передряги, лишь по той причине, чтобы не пересрать отношения с окружающими, боясь общественного порицания. И эта ситуация, о которой я рассказал, показывает другую сторону развития событий. Когда папаша думал наколотить, а в итоге сам и обосрался. Так что если вы действительно понимаете, что правда на вашей стороне, идите до конца. Но если есть сомнения, лучше переварить ситуацию еще раз, чем обосраться при первой же возможности. Потому что когда я учился в школе, у нас было два типа же родителей. Первые это те, которые хоть что-то могли порешать. И вторые, которые вообще практически не вмешивались в ситуацию. Вот они приходят и такие, ну вот им вешают там лапшу на уши. И они такие даже не разбираются. Ну знаете, есть такие люди, неконфликтные. Вот они себя называют неконфликтными. Потому что, ну может они берегут действительно нервы свои. И может быть они умнее, чем мы с вами, да. Но с другой стороны, вот пока ты молчишь, пока ты умалчиваешь. И пока вот ты сидишь, сука, на одном месте и думаешь, что вот проблемы сами порешаются, пока ты будешь молчать. И кто-то там научится читать твои мысли, то это совершенно не так. Но если ты в натуре не разбираешься, вот какие права имеет твой сын в этом школьном заведении. Зачем ты вообще туда идешь, чтобы разбираться? Чуваку толкнули обычный игрушечный пистолет. Так директориса, слышишь, дела его просто и наказала. Так что да, бывают и такие случаи, когда есть смысл, ну, десяточек раз подумать, чем один раз взять и сделать. Так что возьмите себе это на заметку. Если видосик вам понравился, обязательно ставьте лайки, делитесь им с друзьями. И совсем скоро будет поход в Припять, ребят. Я просто коплю сейчас на новую технику. Так что все, скоро увидите. Предлагаю вам посмотреть пару кадров с улицы. Привет! Собака уже, ребята, соскучилась и хочет идти в лес, да? Жужка, ух ты, собака! Красавица, да? Ты уже с растяном хочешь в лес идти кушать, да? А то ведь молодец! Смотри, какая соскучилась, да? Короче, друзья, потеплело. Сейчас уже у нас вроде плюс 12. В общем, поход в Чернобыль планируется на начало, где-то середину марта. Я думаю, если не подведет погода, то будет все круто. Почему запоздал? Ну, во-первых, болел. Во-вторых, не было возможности. Сейчас коплю на нормальную камеру. Хочу поменять еще коптер, чтобы поехать снять Чернобыль с высоты. Ну, в хорошем, точнее, идеальном качестве, да? И для этого нужна хорошая камера новая и хороший коптер. Так что, ну, если в прошлый раз я ездил еще, ну, так себе было качество, то в этот раз будет вообще просто топчик. Приехал, кстати, мой Rode Virals Go. Вы помните, я рассказывал, что у меня просто перестали они заряжаться, эти микрофоны. Теперь заменили мне их по гарантии. То есть будет беспроводной звук, нормальный, порядочный. Мотоцикл. Мотоцикл ждет весны. Будет работать. Будем там строить лесную избу, короче. Дом, шалаш, я не знаю, как его назвать. Ну, и, конечно же, видео 360. Так что, ребят, фух, потеплела весна, теперь хочется хоть что-то делать. Потому что, когда было холодно, вообще такое, знаешь, хочется сидеть в кабине, да? И вообще никуда не высовываться. Правда, еще, слышишь, хриплю. Не могу никак вычухаться. Все, тогда будем на связи. Спасибо за внимание. А, видео по дому. Что вы хотели увидеть по дому? Видос какой по дому, пишите. Потому что я ничего, ну, пока не собираюсь делать. То есть, видео дом за 300 баксов. Там, я думаю, планирую просто навес сделать. А этот участок, видишь, вот этот соседний. И, возможно, вот тот я просто куплю, чтобы они были мои. То есть, ну, я, получается, объединю такую большую территорию. И тут у меня будет огород, понял? Вот тут такой огородик, короче. Потому что тут земля чернозем, видишь, какая черная. То есть, ну, готова уже под посадку. Ну, это будет такая, ну, чисто хозяйственная там дорога. Засыплю ее, щебнем. А там пока хрен его знает. Думал, вообще, какое-то озеро, типа, или бассейн. Не знаю. Просто тут земля такая стрёмная, что... Ну, в общем, посмотрим. Как вам такая идея? Закупить вот три участка. Собрать их воедино. И кооперироваться, да? Чтобы было больше территории. Соответственно, загородиться. И уже можно будет тут что-то строить. Ну, целую студию, так скажем, да? Стриминговую. Все, рад был вас видеть. Точнее, читать. Увидимся скоро. Йо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok